Расскажу. Слава Богу. Спасибо огромное. Спасибо Боже за все. Да, и сегодня паки и паки, что называется, снова и снова хочу поделиться как раз вот этим словом, которое месяц назад, получается, да, получил от Господа и я все эти дни, весь этот месяц знаете, вот, как говорят, пережевываю, да. Знаете, вот как вот чистые и нечистые животные, помните, да, вот в Завете мы читаем в сторону, да, и одна из черт чистого животного какая? Что она живет, живет, живет. А нечистая, она глотает и все. А это живет, живет. И вот, как бы, и многие проповедники замечают это. Чарльз Пэтжи, он говорил еще тогда в 19 веке. Вот, мы, говорит, как чистые, мы должны действительно размышлять, размышлять. Не чистый человек, он, ну, как бы, он в одну уху улетел, в другую улетел, как бы. В принципе, все, никакой пользы, никому ни к сердцу. А вот если ты, говорит, Божий человек, ты, говорит, размышляешь, размышляешь над этим, значит, вот, как бы, над словом, которое Бог поместил, максимальную пользу берешь с этого. И я вот эти, не размышляю над этим словом, три слова, которые, вот, они, у меня, ну, просто потрясли. Я до сих пор не знаю, как их сказать. До сих пор. Хотя все ясно, все понятно, все, я и записывал, уже и делился этим всем не раз. Но, я так понимаю, что здесь, как говорят, опять-таки, важна интонация. Наверное, как-то так сказать, что важен. Ох, оставите. Ну, вот, вот так. Расскажу пока так, как оно было. Значит, первое слово такое было. Я люблю тебя всегда. И потом потише, как вот, как подпись. Мне представилось, как подпись тогда же, прям, ночью. Твой небесный папочка. Потом второе слово. Тут же следом шло. Я искупил тебя. Потом, и потише, так. Твой брат Иисус Христос. И вот третье было такое, что я всегда с тобой. И так тише. Божий Дух Святой. Кстати, даже интересно, вот третье слово, оно было даже в рифму так попало. Так интересно. Для меня это тоже было. Я потом размышлял. Это же Дух Святой, он как творчески дает еще. Нам что-то, не знаю, что-то деть, что-то действовать как-то, да, делать что-то. Вот так вот. Поделился с вами сейчас снова этим словом. И эти слова, они очень сильно, ну, благословили меня, укрепили. Я делился тогда же, прямо ночью тогда же поделился. И потом многожды делился этим словом. И прошу Бога, чтобы это было действительно, вот, открыто духом в нас. Растворено в нас. Ну, во мне. Я прошу этого. Потому что оно, знаете ли, оно вошло, это слово, оно больше меня, и я не могу вместить его просто. Оно такое огромное. Просто не могу. Оно настолько, ну, это так приятно, так, как говорится, показанное высокое доверие. И, а еще скажу, что в 11 главе Иоанна как раз вот было то слово, которое стало моей ремой, и для моего служения стало ремой. Для нашей церкви стало ремой. Для нашей церкви. В целом. Это 25 стих Евангелия Теана. 11 глава, 25 стих. Я, там сказано хорошо, что «Я есть воскресение и жизнь, и верующий в Меня, если умрет, оживет». Вот эти слова Иисуса, и Он после этих слов Он совершил то, что Он совершил. Он воскресил друга своего Лазаря. Он воскресил его. И это великое чудо. Ну, а как откровение, я это получил, вот, как рем, именно, Божий, получил это вот давно, еще тогда, вот, в третьем году. уже 14 лет прошло. Представляете, время, как идет. вот тогда, в третьем году, когда, вот, в первой жизни, вот, совершилось такое в моей жизни чудо, воскресение из мертвых, воскрешение, вернее, из мертвых. Воскресение из мертвых я пережил еще в подростковом возрасте, сам воскрес, когда из мертвых, значит, и был исцелен сверхъестественно. А здесь совсем иное. Здесь, когда ты молишься, вопьешь Бога, и Бог совершает чудо, это, и мальчик тогда ожил, вот, и я еще, как тот еврей говорил Иисусу, помните, верю в Господи, помоги моему не верю. Я сам, как бы так, я верующий, но не на столько, знаете, чтобы там, видеть мертвецов так поднимающимися. Ладно, там где-то там убонки, где-то там, там в Африке, там, ему, говорит, сам Бог видел, что-то, или где-то там в Индокитае, где-то там, значит, на далеких островах, но чтобы это вот прям под боком, прям вот, совершилось чудо, то, вот это было, конечно, просто уму непостижимо. И, знаете, действительно, да, и было быстрое исцеление, вдобавок еще, не просто воскрешение даже, а еще быстрое исцеление, там, минут 10-15, и он был полностью восстановлен, полностью исцелен, как будто ничего не ломалось у него. Вот, я это много раз рассказывал, но самому вспоминать это просто даже, ну, удивительно. И вот после того, уже вечером, того дня, вот, это слово из 11 главы, главы Иоанна, 25-й стих, оно стало для меня ремою, потому что это слово, я не слышал голосом, но оно как будто мысль была такая, как будто мысль, но она повторялась, одно и то же повторялось, а перед тем я слышал голосом, ну, вот я рассказывал там тоже много раз, громко, притом, но самое интересное, жена была рядом со мной, она не спала, и мы были в машине, да, она ничего не слышала, оказывается, хотя я был 100% убежден, что надо все слышать, там, потому что даже за пределами машины, далеко я думал, все слышно было, вот, на другой день, когда мы общались, я вдруг с удивлением узнаю, что она, оказывается, ничего не слышала, оказывается, только я слышал один, вот, было же мне удивительно, понимаете, и никогда до того, и не после того, уже прошло 14 лет, уже больше, ничего подобного, ну, в моей жизни близко даже не было, просто, когда именно громким, громким голосом это было сказано, и вопрос был, один и тот же, три раза, один и тот же вопрос был, ко мне, он спрашивал, видел ли я это, вот, но я не мог ничего сказать даже, вот, а потом он тот же самый голос сказал, после третьего раза, третий вопрос этого, повторения, значит, он сказал, вот так будет и с церковью, тоже громко так, вот, это, я не могу так просто, даже, вот, интонация, да, вот, это так непередаваемо, это так удивительно, и он тогда громко сказал, как, воскресение с церковью, да, воскресение с церковью, но я, понимаете, до сих пор, ну, ну, за что купил, за что продал, я не знаю, это относилось, ли в православной церкви лишь, или же, ну, я тогда думал так, допустим, или это, вообще, там, христианство глобально, может, как-то, да, что, вот, к моему христианству, христианству, к нашей общине, то есть, вообще, но я знаю точно, что, вот, это было, вот, сказано, так, как оно сказано, а потом, дальше, знаете, что было, вот, эта мысль, мысль, которая, в голове крутилась, одна и та же, я, есим, воскресенье, десятки раз, одна и та же мысль, знаете ли, я не мог ни о чем другом думать, просто, а потом еду дальше, я есим, воскресенье и жизнь, я есим, воскресенье и жизнь, это тоже, не было голосом, это были мои мысли, но так приятно, когда они избегли, и когда они навязчиво, так одно и то же повторяется, это настолько приятно, вот, но, тогда было, не до этого, честно говоря, не до приятностей, потому что я был в таком переживании, все в этом, вот, и, а потом там, значит, есть, как называется, поворот этот, кипти, а эти кипти мне запомнились на всю жизнь, я говорю, как-то когда съезжал уже на трассу, черниговскую эту трассу, представляете, значит, мысль дальше продолжалась, но она продолжилась вот так, не совсем по переводу синодальному, и верующий в меня, даже если умрет, оживет, ну, в переводе нет синодальному, я же помню, четко это, что, вот даже если нет этого, но мысль вот так, именно вот, как бы, звучала, не звучала, но мыслила в моей голове, что, и верующий в меня, даже если умрет, оживет, и потом ехал до самого уже Киева, до поста, и это все продолжалось, одно и то же, воспоминание одного и того же текста из Писания, вот 25 стих, 11 главы Иоанна, значит, и потом, после того я уже, ну, до сего дня, я живу вот этим словом, я живу вот этим откровением, я знаю, что наш Господь, Он есть воскресенье, Он есть жизнь, вот эти имена, Его я очень сильно люблю, вот, есть много имен Господа нашего, да, значит, Он себя в каждом имени как-то открывает особенно, но вот в этих именах, Он как-то открылся удивительным образом, в воскресенье, да, и жизнь, и потом тоже, сама собой напрашивалась аналогия, там, с другим местным Писанием, к Тимофею, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, да, это как воскресенье, и, вы что, достигли познания истины, как жизнь, там, другие места Писания, вот это, но это же потом уже, потом прошло время, значит, и стало все это так вот накладываться, так размышляться, интересно, но вот тогда, как раз именно, вот это все очень сильно повлияло, я знаю, что реформация, это действительно, это не просто даже наши деды деяния, даже с Духом Святым деяния, это именно чудо воскресенья, которое Он совершает, Он совершает и Он совершит, еще, аминь. Спасибо, Господь, спасибо за этот день, спасибо за то, что Ты, Боже, действительно, воскресенье и жизнь наша, слава Тебе, Боже, я благодарен Тебе, Господь, за чудо Твое, жизни вечной, во Христе Иисусе, благодарю Тебя, что кровью Твоею святою я навеки оправдан, омыт драгоценной кровью Твоею, спасен, Боже, благодарю Тебя, Господь, что это и есть Твой дар, вечной, святой жизни, вечной жизни, и здесь, на земле, с Тобою, жизни и вечности, слава Тебе, благодарю Тебя, что это и есть дар, от Тебя, Господь, по Твоей любви, Господь, слава Тебе, благодарю Тебя, за кровь святую Иисуса Христа, благодарю Тебя, за воскресенье из мертвых, благодарю Тебя, что спаситель мой, Иисус Христос, Ты есть воскресение и жизнь, и верующий в Тебя, даже если умрет, оживет, Ты действительно Господь, Ты действительно Бог наш, Ты действительно Спаситель наш, слава Тебе, слава Тебе и хвала, Боже наш, благословен Ты Бог наш, благословен Господь, Боже, благодарю Тебя за исцеление слепорожденного, описанное тогда в 9 главе Иоанна, Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты совершил это чудо для славы Божьей, Ты совершил это чудо, Господь, хотя ученики Тебя спрашивали, родился ли Он по грехам Своим или по грехам родителей, вот в таком проклятии, беззаконии, но Ты сказал, Ты поправил их учеников Своих, Ты открыл их, что это для того, чтобы явилось Твое чудо, Твоя слава, Боже Святой, и Ты показал Своё Божеское естество, Господь, Ты приоткрыл Своё сердце, Своё Божеское естество, и хотя люди стали в это сердце плевать, это не остановило Тебя, Ты стал приоткрывать это сердце и дальше, и больше, и даже когда решили убить, и Ты это знал, и уже приговор был вынесен там, среди этой религиозной системы, структуры, Это Тебя не остановило, Ты продолжил, и даже когда уже дошло дело до креста, когда дошло дело до этого унижения, позора, избиения, Тебя не остановило ничто, потому что никакие воды не смогут потушить этой огромной Твоей любви, Господь, Боже, и даже когда люди плевали в Твое сердце, Оно не переставало любить, Ты не переставал любить, и даже когда нес свой крест, и даже когда уже висел на кресте, и люди набожные, религиозные, Просто в очередной раз плевали в Тебя, делали Тебя больно, пытались сковырнуть Тебя еще больше, и говорили, что других Ты спасал, а себя не можешь спасти Спасибо, что Ты не сошел с креста, спасибо, что терпел до конца, и не просто терпел, а любил, и спасибо за то, что кровь Твоя святая была пролита за всех нас, И за тех, кто подковыривал Тебя и пытался сделать Тебя еще больнее и больнее, и за тех, кто плакал у креста, и за тех, кто сожалел и бил себя в грудь, и за тех, кто продолжал злиться, и порой и сейчас продолжает злиться на Тебя, Боже всепогущий, я благодарен Тебе, что даже эти два тысячелетия, когда и в церкви, и вне церкви много зла совершалось и совершается, Ты, Господь, не перестаешь любить нас, не перестаешь верить в нас, не перестаешь доверять нам, спасибо за все, Ты есть действительно начальник веры и совершитель веры, Иисус Христос, Ты есть действительно и Альфа и Омега, Боже, и никакие воды действительно не смогут никогда потушить Твоей любви, этот огонь, Господь, горит в Твоем сердце всегда, Боже, я благодарен Тебе, Святой, великий Бог наш, за Голгофу, за кровь, за воскресенье Твое, за победу Твою, благодарен Тебе, Господь, за жертвенную любовь Твою, Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала, благослови нас, Боже, И благодарен Тебе, Боже, смогущий, что тогда, в 2003-м, Ты совершил Божие воскресенье из мертвых того мальчика, Божьего, и дал мне эти три слова вопросом, отвечая на все мои вопросы к Тебе в тот вечер. И Ты спрашивал меня, видел ли я это? Сегодня я могу сказать, Господи, да, я это не только видел, я это и потрогал, но, Господь, Ты сказал так же, что, и мои уши это слышали очень громко, что вот так будет и с церковью. Господь, я до сих пор не знаю всего и не знаю всей этой тайны Твоей, но я знаю, что чудо будет с церковью, когда мертвое будет воскрешено Тобою, когда безнадежно больное и смертельно больное будет исцелено Тобою. Боже, смогущий, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать точно, особенно, что касается реформации церковной и православной, и евангельской такой реформации, мы не сможем ничего, Господь, но Ты, Господь, действительно всемогущий Бог. Слава Тебе за все. Благослови, Господь, благослови. Благодарю Тебя, Господь, за силу воскресения Твоего. Я люблю Твои эти имена, люблю Тебя, явленного в этих именах Твоих. Ты есть воскресенье. Ты есть жизнь. Воскресенье и жизнь. Слава Тебе. Слава Тебе и хвала, Боже наш. Да благослови Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призвит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилуй Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Бог Авраама Исаака Якова, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и Сила и Слава. Вовеки. Аминь. Благослови Господь сегодня, этим днем воскресным всех любящих Тебя. Боже, благослови Господь. Сегодня много христианских собраний по всей Украине, здесь в Киеве. Боже, по всей Украине, Господь, и по всему лицу земли. Боже, множество собраний христианских прошли или проходят или собираются сейчас, Господь, лишь начинаться эти собрания. Боже, благослови. Боже, Ты, Господь, действительно любящий Отец, добрый, благой, и никто не так не добр, не благ, как Ты, Бог наш. Слава Тебе. Боже, и я прошу Тебя, Господь, те души христианские или церкви, общины, или целые, может, направления христианские, которые мертвы, да будут оживлены Твоим Духом Святым, Господь, да будут воскрешены Твоим Духом Святым, Господь. Боже, те, что неизлечимо травмированы, больны и близки к смерти, Бог Святой, Ты силен восстановить, Ты силен воскресить и исцелить, совершенно исцелить, потому что Ты есть воскресение и исцеление наше, и жизнь наша. Слава Тебе, Господь, Боже Святой, и когда Ты выводил Израиля из рабства, Ты дал, Господь, знаки пророку Твоему Моисею, Боже, и мы восхищаемся этими знаками. И Ты сказал, что и так и сделалось, посох мертвой материи стала живой материи, стала змеей, и прокаженная рука, неисцелимо больная рука, стала моментально вдруг здоровой. Господь Могущий, я знаю, что Ты и сегодня тот же, во времена этого исхода, последнего времени, исхода уже нашего века, нашего времени, через Иисуса Христа, тогда через Моисея Ты совершал исход. Сегодня исход Ты совершаешь через Иисуса Христа, благодать и истина через Которого, спасение, освящение, благословение, Боже Святой. И сегодня, Господь, Ты тот же самый. И через Иисуса Христа Ты совершаешь великий исход из царства тьмы в царство света, душ людских исход. Слава Тебе, Господь, благослови народ свой миром, благослови Господь всемогущий, Бог Авраама, Исаака, Якова, благослови Господь, этот великий исход, Боже, и пусть мертвые оживут, больные исцелятся, и да совершится великое чудо, Господь, наших дней. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. За Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим. За Голгофу, за Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим. За Воскресенье Твое, за победу Твою, благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим. Слава Тебе, Господь, спаситель наш, благослови Господь Божий. Это действительно совершается прямо сейчас, великое чудо, воскресенье. Оно совершается прямо сейчас. Я не знаю, что братья, что сестры сейчас, кто что чувствует, ощущает это, переживает, что... Оно действительно прямо изнутра, оно сейчас совершается. Я не знаю, как, не знаю деталей, но оно совершается прямо сейчас. Знаете ли, как вот... Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, Святой, спасибо, спасибо, Господь, спасибо, Боже, спасибо. Благодарю вас, благослови Господь, спасибо, благослови Господь, спасибо, благослови Господь.